Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапы-регион. Студия Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Начнем с главной темы. Сегодня отмечается пятая годовщина присвоения Анапе почетного звания «Город воинской славы». Первым этапом празднования стали торжественные линейки, которые прошли в школах и гимназиях. Ветераны войны и труженики тыла стали почетными гостями открытых уроков. Юные анапчане, как говорится, узнали из первоисточника, почему наш город носит это высокое звание. Ребятам рассказали о том, какие жестокие бои проходили здесь во время Великой Отечественной войны. Торжественные мероприятия прошли также у стелы «Город воинской славы». На юбилей приехали представители Туапсы и Новороссийска. Обмен флагами между городами воинской славы Анапы и Туапсы, а также городом-героем Новороссийска – это первое подобное мероприятие. Гостям показали город-курорт, его основные достопримечательности. Прошел круглый стол, где соседи по побережью с героическим прошлым обменялись идеями по патриотическому воспитанию. Это хорошо, что сегодня прошло такое мероприятие, нас пригласили. Да, мы обмениваемся делегациями, мы встречаемся на каких-то мероприятиях, но, может быть, действительно с сегодняшней этой встречи работа наша будет активизирована, особенно среди молодежи. По словам Татьяны Дроботовой, о конкретных проектах говорить пока рано, однако интересно может быть, например, сотрудничество между музеями. Она отметила, что на митинге много молодых, искренних лиц. Встреча состоялась по инициативе Анапского центра патриотического воспитания молодежи «Ратмир». В администрации города говорят, что хотелось бы чаще встречаться, получать как можно больше информации друг о друге, работая на результат. Подъем к патриотической работе и, наверное, более свежая информация, потому что патриотическая работа – это не новая история, она велась всегда и будет вестись. Я надеюсь, что как бы вольется какая-то свежая струя, свежая кровь, где мы сможем более доступно, более качественно проводить патриотическую работу на более высоком уровне, и ребятам, молодежи будет это все интереснее, доступнее, все лучше и лучше. Городом воинской славы Анапа стал ровно пять лет назад, после того, как президент подписал соответствующий указ. В нем говорилось, что звание присваивается за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость отечества. Как сказал президент, вручая грамоту делегации, которая была в Кремле, это заслуга всех поколений анапчан. И мы с вами прекрасно знаем из истории, что Россия всегда боролась за право владения восточным и северным побережьем Черного моря, для того, чтобы осуществлять мирное судоходство, торговлю и всякие мирные дела. Дело в том, что если бы казаки Гудовича в свое время не взяли тогда турецкую крепость Анапа, трудно сказать, каким бы был юг России. Память павших почтили минутой молчания. Вспомнили капитана Дмитрия Калинина, который отстрелился до последнего патрона, а затем подорвал себя гранатой, а также Сурена Аракеляна, который повторил подвиг Александра Матросова. Звание «Город воинской славы» – это не только повод для гордости, но это и великая ответственность каждого из нас перед прошлыми и будущими поколениями нашего славного города. Мы должны оказывать неустанную заботу нашим ветеранам и труженикам тылом. Мы должны помнить о подвиге каждого, кто пал перед стенами нашего города. Каждый подвиг и большой, и малый – это вклад в процветание нашей великой России. Как рассказал Анатолий Гапонов, в этом году активисты надеются увековечить память летчика Николая Лебедева, который направил подбитый штурмовик на вражеские железнодорожные составы с топливом и техникой, которые находились на станции Юровка. Предполагается сделать стеллу на трассе, которую можно будет видеть из проезжающих машин. Сегодня глава города Сергей Сергеев поздравляет всех анапчан и гостей курорта с юбилейной датой. Цитирую. Сегодня Анапа отмечает знаменательную дату – пятую годовщину со дня присвоения высокого звания город воинской славы. Это праздник тех, кто брал приступом турецкую крепость в эпоху русско-турецких войн и веком позже сражался с гитлеровскими захватчиками. Это праздник всех, кто положил жизнь на алтарь победы. Всех героев, которые и сегодня в строю продолжают делиться опытом с молодежью. Сердечно поздравляю анапчан с торжеством, которое сплачивает всех нас чувством гордости, патриотизма, любви и уважения к нашему городу. Желаю здоровья, счастья, семейного благополучия. Пусть небо над нашим городом воинской славы всегда остается мирным. Конец цитаты. И также сегодня участники вручения этого почетного звания в Кремле поздравляют анапчан и гостей курорта с праздником. Мы благодарны руководству города, что в 2008 году руководство города и депутатский корпус нас поддержало. Мы благодарны руководству края, законодательному собранию края, они тоже нас поддержали. И когда приехала рабочая группа российского комитета победа, мы смогли им показать город воинской славы в том облике, какой он есть. Показали, как у нас содержатся места захоронений, все. Нам очень помогло управление по делам молодежи, Радмир. Мы где-то в 21 час закончили работу в Анапском городском совете ветеранов. И рабочая группа сказала, мы не решаем окончательно. Мы главковерхом докладываем, там решают. И последнюю точку после решения комитета победы ставит президент. Мы благодарны руководству страны, что оценен подвиг всех поколений анапчан. И мы думаем, что президент, когда вручал грамоту, сказал, в городе воинской славы должно комфортно трудиться и комфортно отдыхаться. Я думаю, что молодое поколение это должно учесть. И все делать для того, чтобы город воинской славы был гордостью всех поколений, которые будут идти за нами, которые будут впереди. Ну а молодежи хочется пожелать мирного неба, успехов. И если им где-то придется, только на учебных картах, планшетах совершать по местам боевой славы походы. Ну а так здоровья, успехов, мира, любви, счастья. Дорогие анапчане, прошло пять лет с того времени, когда нашему любимому городу, городу Анапа, присвоено звание «Город воинской славы». Я ветеран Великой Отечественной войны. От всей души вас поздравляю с этим великим событием. Будьте все здоровы и счастливы. Я хотел бы, чтобы наш город был не только городом, как ныне, курортом, лечебницей, но и городом в будущем, городом большой культуры. Уважаемые анапчане, у каждого города есть своя история. И ровно пять лет тому назад состоялось великое историческое событие для нашего города. В Москве, в Кремле, в Екатеринском зале торжественно была вручена президентом страны Медведевым грамота «Грамота Анапа – город воинской славы». С большим удовольствием хочу всех анапчан поздравить и пожелать всем благополучия, великих свершений и всегда оставаться верными традициям города воинской славы. С праздником, с юбилеем! Празднование продолжит общегородское торжественное мероприятие «Немеркнущая слава» с участием ветеранов, военнослужащих Анапского гарнизона, казаков, общественных организаций. После нашего выпуска в 8 часов вечера возле стела начнется концерт творческих коллективов курорта, а в 21 час небо на Данапе озарит фейерверк. Принять участие в празднике приглашаются все желающие. Давайте вместе поздравим наш город воинской славы с юбилейной датой. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают также и работники средств массовой информации края. Дню кубанской журналистики уже 20 лет. В 1996 году он был учрежден постановлением законодательного собрания. А первая газета на Кубани вышла в свет в 1863 году и называлась «Кубанские войсковые ведомости». Сегодня прошла встреча главы Анапы с руководителями основных городских средств массовой информации. Сергей Сергеев поздравил собравшихся с праздником и поблагодарил за совместную работу, направленную на развитие и популяризацию нашего города. В завершении редакции СМИ были отмечены грамотами и благодарностями главы города-курорта Сергея Сергеева. И к другим темам. Международный фестиваль Гермии пройдет в Анапе с 14 по 16 мая в рамках Перекрестного года Греции и России. Он включает обширную программу культурных и спортивных мероприятий. В спорткомплексе «Витязь» состоятся соревнования по спортивной греко-римской борьбе. Ярким элементом станет зажение горгипийского огня и эстафета его передачи с участием известных анапских спортсменов. Торжественная церемония открытия фестиваля Гермии состоится 15 мая на Театральной площади. Премия «Успех» – традиционный праздник гимназии «Эврика» прошел накануне в Центре культуры Родина. Ежегодно педагогический коллектив подводит итоги работы за минувший учебный год. Претендентов на премии выдвигают и оценивают коллеги и родители учеников. 15 победителей в разных номинациях – «Золотой хронометр», «Учительница 1 мая» и других. Завершила праздник концертной программы с песнями, танцами, стихами и поздравлениями от учеников гимназии. На Кубани начал работу модернизированный портал записи на прием к врачу. Как сообщили в Краевом Минздраве, обновленный интернет-сайт по адресу www.kubanionline.ru интегрирован с федеральным порталом государственных услуг. Кроме того, увеличена скорость загрузки расписаний врачей. Также каждый пользователь теперь сможет отправить свое обращение или отзыв непосредственно в лечебное учреждение или в Министерство здравоохранения Краснодарского края. Причем до 31 мая будет доступна и старая версия сайта записи на прием к врачу по адресу www.ol.kubanionline.ru Внимание, автоводители! Завтра, 6 мая, с 16 до 19 часов в Анапе будет перекрыто движение транспорта на участке улицы Ленина от Крымской до Пушкина в связи с генеральной репетицией прохождения войск торжественным маршем. Движение будет осуществляться по улицам Черноморской и Ивана Голубца. 9 мая, в период прохождения войск в честь Дня Победы, движение будет осуществляться по улицам Самбурова и Шевченко, а также Черноморской и Ивана Голубца. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапе. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.